А мы между тем добрались до комнат. Поедемте в номера. Комнаты здесь, каналы в Rocket Chat или Slack — это групповые чаты, которые создаются под какие-то конкретные задачи или направления деятельности. Наличие и удобная работа с каналами — это то, что в первую очередь отличает корпоративный мессенджер от просто мессенджера. В элемент работать с каналами, которые тут называются комнатами, удобнее, чем в других мессенджерах, которые я знаю. Во-первых, из-за тонкой раздачи прав. И во-вторых, из-за группировки по пространствам, которые так вот навскидку, я не помню, где реализовано так, как здесь. Пространство в Rocket Chat связано с сервером в Slack, насколько я помню, с аккаунтом. Тут пространство связано исключительно с вашим выбором и тем, что вы как руководитель или ваш руководитель посчитает нужным вынести в отдельное пространство. Вот у меня тут есть пространство теплица. Home — это пространство, которое создается по умолчанию. И давайте создадим пространство, которое связано с семьей и домом. Пространства бывают публичными и приватными. Когда вы поймете, что это, вы поймете, как можно использовать публичное. Например, открытое пространство Linux, где собраны тематические чаты про Linux. И люди могут запускать новые. А мы создадим приватное, то есть пространство, куда нельзя зайти без приглашения. И создадим комнату в рамках пространства. Комнаты бывают видимыми для участников пространства, приватными — опять же, куда можно попасть только по ссылке приглашению — и публичными, то есть видимыми для всех, у кого есть элемент. А точнее даже кто использует протокол Matrix. Выберем, например, видимую для участников пространства. Можно выключить шифрование, но лучше этого не делать. Можно ограничить возможность вступления в комнату только пользователям данного конкретного сервера. В случае с Matrix.org смысла в этом особо нет, а вот если вы подняли собственный сервер исключительно для общения внутри организации, сделать это будет не лишним. Ну и все. Другие настройки уже внутри комнаты. И создадим еще одну, уже приватную. Еще тут можно добавить существующую, то есть перенести комнату сюда из какого-то другого пространства. Значит давайте пригласим кого-то в пространство. Я специально завел еще одного пользователя. Видите, не хочет находить, пока не введете ими целиком. А вот он, да. Он должен принять приглашение и вот что значит видимая комната. Напомню, у нас там было две — приватная и видимая. Так вот, видимая у него здесь и он может в нее вступить. Все. Она у него появилась. Но это не подтягивает автоматически людей, которые есть в этом пространстве. Люди — это, собственно, не люди, а чаты. Как только вы начнете чат с кем-то из жителей пространства, он у вас появится в людях. Ну, точнее после того, как он примет приглашение. Вот, Сергей Попов у нас в пространстве дом, милый дом. А в хоум у нас все люди, с которыми есть чаты. Давайте пригласим еще одного участника. Он также должен принять приглашение. Да. А здесь Вова Ломов появился в людях, поскольку чат с Вовой Ломовым до этого уже был. Пусть и в другом пространстве. Ну и у нас тут есть список участников пространства. Можно также начать чат с кем-то из участников. Он также появится у вас в людях. Но кроме того, тут есть возможность исключить человека из пространства. Или заблокировать в пространстве. И возникает вопрос. А с чего быть? Я такой же приглашенный, как и он. У нас с ним равны права. Я не администратор. А еще я могу создать новые комнаты. Ну то есть я бы сказал, что прав у меня слишком много для приглашенного. Пусть даже приглашен я и не случайно. И тут мы переходим к правам. Точнее к их раздаче. Это то, что мне понравилось в элемент больше всего. Поскольку настраивается все достаточно тонко. Есть даже какие-то остроумные ходы. И на мой взгляд это еще один аргумент в пользу опенсорс. Разработчики проприетарного ПО они как бы изначально смотрят на пользователей как на подчиненных. Как на клиентов. Нам они не ровня. Мазуты береговые. Максимально ограничить. А опенсорсники смотрят как на ровню. Как бы мне, как владельцу рутовых прав было бы удобнее работать. Ну то есть вот вам. Это ваша вотчина. Сами сломаете. Сами виноваты. Ну конечно с ограничением, чтобы систему не обвалили. Но сам подход именно такой. О раздаче прав мы будем говорить в следующем уроке.